Около 10 лет назад в городе Видное зародилась традиция проводить открытое первенство для юных спортсменов по дзюдо. За эти годы в нем приняло участие более 2,5 тысяч юношей и девушек. Прошедший турнир собрал в стенах Дворца спорта 250 спортсменов, желающих занять призовые места. Это ребята как из Подмосковья, так и из других регионов страны. Здесь можно было встретить борцов из Тверской, Тульской, Рязанской и иных областей нашей родины. Впервые первенство было посвящено памяти прапорщика милиции Эдуарда Кадырова, который, работая в управлении внутренних дел Ленинского района, отправился защищать конституционный порядок в горячую точку, Чечню, и погиб при исполнении служебного долга. Хотелось бы, чтобы ребята приняли участие в патриотическом воспитании наших спортсменов, чтобы они развивались не только физически, но и могли, как Эдуард, в трудную минуту поставить свое плечо и защитить свою родину, своих близких. Я думаю, что мы каждый год будем эту традицию продолжать, прежде всего для поддержания здорового образа жизни среди молодежи, популяризацию данного вида спорта, дзюдо, ну и сохранение, прежде всего, патриотизма среди детишек. Турнир посетили представители общественного совета при ОМВД, сослуживцы Эдуарда Кадырова, а также его отец, которому, несмотря на то, что очень тяжело ходить, пришел во дворец спорта и был рад, что о сыне не забывают и чтят его подвиг. Я очень благодарен, спасибо, что не забывают. Ну и всем хорошего здоровья, успехов в спорте. Чтобы поддержать ребят, мероприятие посетил Вячеслав Михайлин, чемпион мира по самбо, который 20 лет посвятил этому виду спорта. Через усталость, переломы и самоограничения ему удалось добиться больших высот в мире спорта. Примечательно, что спортсмен такого уровня защищает честь Ленинского районного ОМВД на внутриведомственных соревнованиях. Вячеслав уверен, дзюдо детям способно дать очень многое. Они воспитывают в себе черты лидера, черты характера настоящего мужчины. То есть, ну, по крайней мере, они смогут защитить свою девушку или женщину в беде. Это как минимум. А как максимум, ну, кто знает, может быть, тут сейчас борются будущие олимпийские чемпионы или чемпионы мира. Для спортсмена Александра Исаева дзюдо – это цель всей жизни. По словам юноши, он уже точно знает, кем будет в будущем. Я хочу стать олимпийским чемпионом по дзюдо. Хочу добиться больших результатов. Дзюдо – настолько разносторонний вид спорта, что им с удовольствием занимаются даже девочки. Юные леди на соревнованиях показывали хорошие результаты.